Всем привет, с вами Михаил, и сегодня очередной выпуск программы «Вертушка». Меня несколько раз спросили в комментариях моего подписчика, чтобы я разобрал соло из композиции группы «Children of Bodden» с «X-Pounder». Я даже заморочился, нашел минусовочку, там минусовка состоит из барабанов, баса и клавиш. Я туда еще прописал ритм гитарки, чтобы сделать такое качественное демо этого соло. И минусовочку вы можете скачать по ссылке в описании. Собственно, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, приступим к разбору. Данный соло я играл в стандартном строе. Если вы будете опускать гитару или поднимать, то гитара у нас позиционный инструмент, и вы просто эту аппликатуру либо звените чуть выше по грифу, либо чуть ниже. Я прям совсем уж подробно разжевывать не буду, куда нам пальцами тыкать, на какие лады. Я просто сыграю медленно и укажу на какие-то основные нюансы. Ну так как соло не совсем для новичков, поэтому я думаю, если вы собрались его играть, то нет смысла вам говорить этот палец. Мы тыкаем сюда, этот сюда. Итак, поехали. Первый кусок. У нас здесь все играется с шестнадцатыми. Мы извлекаем первую ноту на третьей струне на пятнадцатом ладу и отсчитываем. То есть получается у нас идут доли. Раз, два, три, четыре. Ну и соответственно в каждой доле у нас по четыре ноты, да, то есть шестнадцатые. И мы просто первые четыре ноты пропускаем. То есть понятно, на третью ноту второй доли. И здесь вот такие нюансы. То есть все играется с переменным штрихом. То есть здесь мы указательный палец можем зажать и не поднимать его некоторое время, да, вот смотрите. Когда мы переходим уже на вторую струну, то соответственно мы его поднимаем. Здесь также указательный ставим и тоже некоторое время оставляем его на месте. Собственно, вот он первый кусочек. Второй кусок начала у нас тоже самое. А дальше у нас идет арпеджио. Играть, ну по крайней мере я его играю так, да, то есть мои разборы это не то, что я там пытаюсь снять, как играет тот или иной гитарист, прям вот в точность как он. Я снимаю так, как играть это удобно мне и так, как я это слышу, да. Поэтому там могут быть какие-то возможные ошибки, да. Ну я стараюсь по нотам снять, естественно, максимально точно. Но не факт, как играю я. Играет оригинальный исполнитель. Собственно, я это делаю так. Здесь у нас первая струна 16-й и 13-й лады. Извлекаем медиатор вниз. Делаем pull-off. Опять медиатор вниз. Мизинцем указательный. То есть вот такая съемка. Потом опять медиатор вниз на четвертой струне 15-й ладу. Ну то есть какими пальцами я отыграю, вы все, я думаю, видите. Потом медиатор вверх. Указательный пальц на третьей струне 13-й лад. И у нас хаммер на мизинец. 17-й лад третьей струны. И здесь вот, смотрите, у нас будет опять первая струна, 13-й лад. Но после этой первой струны у нас будет потом аж пятая струна. И, например, мне удобнее излечь таким образом. То есть здесь, по идее, нужно излечь медиатором. Вот это вниз, а потом перейти аж сюда на пятую струну. То есть такой переходик нехилый, да, перескок. Поэтому я сделаю следующим образом. Первую струну средним пальцем подцепляю. И у меня медиатор тут же оказывается около пятой струны. То есть мне не нужно делать большого такого скачка кистью правой руки. И, собственно, когда я уже делал скачок на пятую струну, то здесь у меня следующая последовательность нот. Пятая струна, 15-й лад. Ударом вниз медиатора. Потом ударом вверх на четвертой струне 13-й лад. Делаем хаймер на 17-й лад. И, собственно, когда мы делаем хаймер, мы как бы двигаем кисть вниз, да, то есть потому что нам придется сейчас извлекать на второй струне ноты. То есть таким вот образом. Теперь покажу весь этот кусок медленно. То есть это, наверное, самый сложный кусок вообще в этом сон. И следите внимательно за движениями правой руки, да, где я там отвлекаю, где я просто пропускаю. Я специально сейчас немного утрирую движения. Вот таким вот образом. И, соответственно, когда мы вот здесь вот извлекаем последнюю ноту в этом арпедже, то оффом мы это делаем. И, соответственно, у нас в нашей пульсации правой руки движение следующее оказывается вниз, если мы все правильно сделали. И как раз-таки мы переходим к следующей фазе этого соло. Она заключается в том, что мы делаем тупо модуляцию, то есть на полтона все сдвигаем, да, всю гармонию. И играем ровно то же самое, только на полтона выше. То есть мы сначала играем... Вот, а после этого арпеджа мы на полтона сдвигаем... То есть вот то же самое, да, на полтона. Сыграли, и потом опять еще на полтона вверх поднимаем. Только после второй модуляции у нас уже в конце следует не арпеджио, а вот такая темка. Игра медленно. Ну, здесь, я думаю, все понятно, да. Когда я сыграл медленно, все услышали ноты. То есть здесь тупо идет спуск по гамме. Потом возврат на три ступени вверх. Еще раз играем вниз. Потом возврат опять сюда, к этой ноте. И здесь в конце. То есть мы извлекаем безымянным пальцем на четвертой струне в семнадцатом ладу. Потом указательным пальцем на пятнадцатый лад. Вот, и после указательного у нас хаммер по офф. И переходим сюда, на пятую струну восемнадцатый, семнадцатый, пятнадцатый лады. На этом программа «Вертушка» подходит к концу. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!